Должники получат право на прожиточный минимум. С 1 февраля этого года банки не смогут снимать деньги в счет погашения задолженности, если в результате такого снятия доход гражданина будет ниже прожиточного минимума. Напомним, что в Ильяновской области величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составляет 11 262 рубля. Для трудоспособного населения 12 246 рублей. Данное стало возможно в связи с вступлением в законную силу 234 закона, который вносит изменения в 446 статью Гражданского процессуального кодекса. Что это за статья? Это статья, которая определяет тот минимум имущества, денежных средств, на которые имеет гражданин при совершении исполнительных действий. То есть имущество, обладающее определенным иммунитетом. Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В заявлении платильщик должен указать свои личные данные, а также дату, номер исполнительного производства и реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума. Если вдруг у лица, у физического, у гражданина имеется на еждевении инвалид или еще кто-то, и он считает, что этой суммы ему недостаточно, то здесь он уже может обратиться в суд и в судебном порядке просит увеличить эту сумму. И вот при наличии судебного акта уже мы в соответствующее постановление можем нести корректировки, и эта сумма будет больше. Заявление на сохранение денежных средств можно будет подать и через портал госуслуги. Также напоминаем, что один из самых распространенных способов узнать о своих долгах – зайти на официальный сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области и воспользоваться электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств». Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.